Недоступный гараж. Вот уже полгода жители улицы Пичугина оставляют свое авто на улице. Все потому, что и гаражи остались под водой. Страдальцы не могут самостоятельно решить проблему, ведь здесь замешана не одна инстанция. Подробнее материали Аиды Ибраевой. Сегодня Давид Ивальчук посвятил весь день тому, чтобы достать для мамы банки с целяниями. А о машине и думать забыл. Как поставил осенью, так и не может теперь вытащить. Гараж заморожен. Все проплаты делаем, государству не должны. У нас все, картошка затоплена, банки затоплены. Перед Новым годом 9 тысяч, ой, 18 кубов выкачали воды. Потому что хоть достать, вот муж одевал комбинзон этот, как резиновый, и банки вот так доставал хотя бы к Новому году. А так там еще и банки все. Причина затопления 40 гаражей кроется в неисправности трубы водоканала. Как говорят возмущенно, одну из труб прорвало прямо под гаражом хозяин, которого не желает решать проблему. С августа месяца как у нас льет фонтаном, фонтаном. А так, в принципе, понимаете, как получается. Вот этот вопрос мы дотрагивали через интернет, это все. Куда обращались? Обращались, потому что хозяева надо было нам найти, через ГАИ находили хозяев. И вот они не отвечают. Постоянно переписываемся только с записками. Куда только не обращались владельцы гаражей, но похоже никто не в силах им помочь. В данный момент мы пытаемся ликвидировать аварию, которая возникла на нашем водоводе диаметром 800 миллиметров. Но мешает вот этот гараж, он построен без плана, с нарушением охранной зоны и практически стоит на нашем водопроводе. Иными словами, даже, возможно, ничего не получится у нас здесь сделать. То есть вы не можете починить, потому что гараж, да? Это просто опасно. Напитка здесь большая. И даже если мы докопаемся до трубы, опасно туда будет спускаться. Однако, обратившись напрямую к хозяину того самого гаража, под которым случилась авария, мы узнали другое. Если водоканал звонили, там все документально, я им все оставил, родители мне отдавали, я им отвозил все. У них все есть, они полюбовно хотят. Акимат им дал предписание, чтобы они перенесли ветку, а они говорят, это очень дорого, мол, давайте это самое, я не знаю как. Я тоже не могу согласиться, если разобрать гараж и потом остаться без гаража, хотя документы на гараж, все у них есть. Таким образом, всего одна труба явилась головной болью множества людей. Решится ли их проблема, никому неизвестно. Вот уже три месяца Давид Ивальчук ходит пешком, ведь его машина стоит вот в этом затопленном гараже. Сейчас мужчина раздолбливает лед и вычерпывает воду, надеясь, что к весне он снова будет ездить. Аида Ибраева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.